Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня с вами я, Ольга Парфенова, на телеканале Амурск. С новым проектом «Раз-два» и готово! Участниками которого может стать любой желающий. Близится самый любимый, самый волшебный праздник – Новый год. И, конечно, любая хозяйка мечтает удивить своих гостей своими кулинарными шедеврами. И, конечно же, она мечтает, чтобы приготовление заняло как можно меньше времени. Готовить быстро и вкусно возможно. И я представляю вам гостя нашей студии – Эльвиру Трубину. Здравствуйте, Эльвира! Здравствуйте! Ну, скажите, что мы сегодня будем готовить? Я смотрю, у нас здесь много продуктов. Расскажите! Ну, сегодня я научу, как приготовить рулетики. Рулетик яичный. Это очень быстро и дешево. И просто. И просто, да. Ну, Эльвира, с чего начнем? Ну, начнем мы с того, что нужно взять яйца, растительное масло, и приготовить омлет, яичный омлет. Замешиваем, просто разбиваем яйца и с маслом. Так, а масла сколько? На одно яйцо понадобится одна столовая ложка масла. Так, ну, я смотрю, Эльвира, у нас все готово. Я имею в виду омлетики. Вот такие вот омлетики должны получиться. Они вот такие тоненькие. Да, выпекаются, как обычные блины на обычной сковороде. Так, Эля, ну расскажите, что мы делаем с вами дальше? Говорите, чем мне вам помочь? Ну, раскладываем, значит, яичный блин. Угу. Один мне. Один мне. Да. Значит, чтобы нам приготовить начинку, мы заранее отварили морковочку, порезали тоненько, колбаску. Нужно натереть сырок и приготовить майонезный соус. Значит, для этого нам понадобится майонез, чили и чесночок, выделить из чеснока довинки. Хорошо, что мы делаем сейчас? Сейчас нам нужно намазать соусом майонезным блин. Хорошо, размазываем. Так, я тоже возьму поучаствую. Эля, ну расскажите, вы вообще любите готовить или это для вас, ну, такая вот обязанность женская, довольно-таки неприятная? Нет, я всегда любила готовить, и я люблю приготовить что-нибудь необычное. Люблю всегда что-то добавить свое, какую-то изюминку, и люблю, когда гости кушают и хвалят меня. Скажите, пожалуйста, а дети у вас есть? Да, у меня дочь, 10 лет, Лиза, дочка. Она тоже очень любит что-нибудь вкусненькое. Помогает готовить? Ну, помогает. Ясно, помогает потом употреблять в пищу, да, все это? Так, что дальше? Нам нужно разложить колбаску. Колбаску. Так, мы нарезаем просто тоненькими, да, такими кружочками колбаску. А колбаса идет какая, любая или какая-то особенная сюда? Ну, это по вкусу, кому какая нравится. А у нас в данный момент колбаса украинская. Хорошо. Так, раскладываем. Так, Эльвира, нам тут не хватает, по-моему, колбаски. Мы немножко дорежем. Так, держите. Сколько, один? Да, один. Один достаточно. Скажите, Эльвира, вот, ну, скоро Новый год, конечно, все ждут, не дождутся. Во-первых, это подарки, ну, а во-вторых, это, конечно же, изобильный такой стол. И у каждой семьи всегда есть какие-то вот традиционные, наверное, блюда, да, новогодние. Вот у вас есть такое блюдо? Ну, наверное, да. Как у всех хозяек есть свое блюдо, которое всегда готовится. Ну, если честно, то мы любим селедку под шубой. Селедка под шубой? Славно. Так, что дальше мы делаем? Нам нужно развернуть крабовую палочку. Так, разворачиваем крабовую палочку. Так, крабовые палочки нужны только императорские, потому что разворачиваются только они. Угу. Реклама императорских палочек пошла. Угу. Так. Так, разворачиваем, вот так укладываем. Угу. Так, мне... Как-то почему-то не получил это. Угу. С первого раза не очень получилось. Так. Так, теперь... Ну, мы так вот пришлёпнули. Теперь еще раз смазываем майонезным. Так, повторно майонезом. Так, Эльвира, мы не сказали, что у нас тут в соусе, в нашем майонезном, еще есть какая-то травка. Это укропчик и немножечко петрушки. Укропчик и петрушечка. Да, для вкуса. Угу. Так. Теперь мы выкладываем морковочку. Ну, расскажите, Эльвира, про свой оригинальный рецепт отварки моркови. Чтобы вот так замечательно и быстро приготовить морковку, отварить, нужно нарезать ее тоненько колечками сырую. Прям тоненько. Вот она даже такая прозрачная. Да. Немножечко водички наливаете в чашечку, водичку подсаливаете и 5 минут, и предостаточно, чтобы морковка сварилась. И без труда и красиво все готово морковь. Вот, я больше скажу, что в этой моркови остается больше витамин, когда она так сварена. И еще, кто любит готовить оливье, туда, как правило, идет, помимо моркови, да, еще идет и картофель. Картофель очень плохо режется, он склеивается, и на кубики его порезать очень плохо, когда его варишь в мундирах. Вот тоже самый рецепт я вам предлагаю, нарезать картофель готовыми квадратиками и так же отварить, так же, как морковь. И получается замечательно, квадратики такие прямо, кубики. Один к одному. Один к одному, да. Да, я тоже так делаю. Так, ну что, дальше продолжаем. У нас, значит, получилась морковочка. Так, дальше. Все, теперь отрезаем вот так вот краешки. А, красиво делаем, да, ровные края. Вот вам ножик. Да, чтобы ровненький рулетик такой получился. Отрезаем лишнее. Так, а лишнее куда? Лишнее вот так в серединочку мы складываем. Да, выкидывать, конечно, не экономно. Вот прям на краешек положим. Так. И заворачиваем. Так вот, желательно рулетикам, да, желательно так, ну, покрепче, чтобы. Так, потуже заворачиваем. Ой, у меня морковочка немножко, сейчас я подправлю морковку, чтобы она не... Так. Все, заворачиваем. Все, рулетики наши готовы. Теперь только стоит их нарезать красиво. Это как? Вот так немножечко краешек срезаем. Ну, его немножко с порога. И вот так вот пошире на три раза, на бочок прям, наискосок. Так, ну, красиво получается у нас. Немножко, почему-то майонез, он оттуда вылез. Ну, ничего страшного. Ну, вот наши рулеты готовы. Теперь стоит только их украсить, уложить на тарелочку на блюдо. Так, хорошо, я помогу. Так, вот блюдо. У нас есть листья салата, которые мы так укладываем красивенько. Очень красиво смотрятся зеленые листья салата. На тарелочке. На тарелочке. Так, вот так уложили. И теперь нам нужно их аккуратно, да, чтобы они остались в форму. Как мы... Вот так, наверное, раз. Чтобы видно было такое красоту неписуемую. Так. Я тут уже ближе положить. Так, Эльвира, ну, я так думаю, что можно еще вот добавить сюда на тарелочке, покрошить сырок. Да, для вкуса можно обязательно добавить сыра, чтобы, ну, будет и вкуснее, и красивее. Теперь можно украсить это петрушечкой. Листочками. Вот так, раз. Укропчик. Так, а если мы сверху немножко их вот с сыром, за румяним, под румяним, как? Ну, можно на тарелочке. Мне кажется, симпатично. Эльвира, скажите, а вы любите печь? Ну, как-то вот пирожки у меня не очень получаются всегда. Ну, а вообще я люблю приготовить какие-то там, ну, быстро такие, как манник, такой вот. Такие быстрые, быстрые на скорую руку пирог, да? Да, это просто и вкусно. Все, хватит. Вот, да? Тоже получилось симпатично. Ну что, давайте покажем, что у нас получилось. Вот такие волшебные яичные рулетики. Очень красиво, посмотрите. Получилось. Я думаю, новогодний стол достойно украсит такие рулетики. Готовится быстро, вкусно. Раз, два, и готово. Уважаемые телезрители, это была участница под номером 1, Эльвира Трубина. Ну, а мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До новых встреч. Увидимся на кухне. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова